Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами об таком важном аспекте жизни в Южной Корее, как о внешности. Я думаю, что многие из вас знают, что внешность играет большую роль в Азии, и не только в ней, наверное, внешность важна во всем мире. Но в Корее, по моему мнению, ваша внешность играет, по-моему, просто основополагающую и жизнене необходимую роль. И в сегодняшнем видео я попробую объяснить вам свою позицию, ну, также, возможно, рассказать кое-что новое. То, что внешность и красота очень важна в Южной Корее, можно понять по неким косвенным признакам. Корея один из мировых лидеров в производстве косметики. То есть то огромное количество косметических брендов, которые производятся в Южной Корее, наверное, сопоставимо со всем остальным миром. В России и СНГ корейская косметика еще не так распространена, но очень часто пишут мне или моей сестре именно о ней, чтобы мы там привезли, послали что-то. Так что я думаю, что продукт людям в целом очень нравится. Также Южная Корея славится, кроме всего прочего, и пластической хирургией. Многие жители Азии приезжают именно в Южную Корею, чтобы сделать себе какие-нибудь процедуры или более сложные операции. Но если говорить именно о жителях Южной Кореи, то по вопросам некоторых статистических служб, примерно 33-35% женщин от 19 до 29 лет говорят о том, что они были на операционном столе. То есть они производили некие процедуры или же делали более сложные операции. Но также стоит отметить, что в Корее среди всех пластических операций, то есть миллиона процедур операций, около 20% принадлежит именно мужской половине. То есть корейские мужчины тоже ходят на пластические операции и хотят как-то улучшить, приукрасить себя. Также если вы приедете в Южную Корею, то вы можете сами увидеть, что в каком-то общественном транспорте или в рекламах на улицах очень много присутствует рекламы пластических операций. То есть вам там обещают сделать вас красивее, лучше и вообще улучшить ваше качество жизни. Если говорить предметно, то самая популярная процедура операции у корейцев это создание двойного века, потому что очень многих корейцев-азиатов, как лично у меня, века не складывается, когда я открываю глаза. И она остается примерно таким же, поэтому визуально это делает мой глаз уже. Также корейцы очень любят делать операцию V-Line, потому что по стандартам красоты в Южной Корее люди любят, когда у женщин маленькое лицо, и соответственно там эта процедура довольно болезненная, и очень долго после нее восстанавливаешься. По сути вам спиливают кусок вашей челюсти, чтобы лицо приобрело вот такую V-образную форму. Ну и вообще чисто антропологически у азиатов нос немного приплюснут, имеет не очень большой размер, поэтому ринопластика тоже очень популярна, и вам искусственно создают более вытянутый иногда курносый нос. Про гиалуроновую кислоту, ботокс я даже не говорил, в целом это тоже довольно повседневное и будничное явление. Если вы спросите меня, то лично я не считаю пластические операции и процедуры чем-то плохим. Я считаю, что человек, если хочет что-то изменить в себе, он вправе это сделать, это его тело, его жизнь, и если это сделает его счастливым, то я думаю, что какие-то жертвы такие, они стоят того. Но мне очень интересно кажется то явление, насколько общество влияет на то, чтобы вы чувствовали себя счастливым, и то, что вы себе измените нос, отрежете немножко века и сделаете, испилите череп. Это довольно интересное явление, и в целом оно не только эксклюзивно принадлежит Корее, везде есть какие-то стандарты красоты, и людей так или иначе заставляют к ним стремиться путем какого-то кино, шоу-бизнеса, что везде вы видите одинаково красивых людей и хотите быть похожими на них. И в Корее лично я никогда не слышал такого диалога о том, что будь таким какой ты есть, или ты красив таким, как ты родился, постарайся принять себя, ведь ты так тоже можешь быть счастлив. Нет, обычно в Корее говорят, тебе что-то не нравится, ну, сделай операцию, похудей или займись спортом. Но все же, возможно, эмоционально, возможно, во мне говорит какой-то консерватор, у меня какое-то смешанное чувство от того, что вся эта индустрия настолько навязывает людям хирургическое вмешательство. Все равно это некое насилие над собой, потому что та же операция Вилайн, после нее вы будете устанавливаться очень долго, не сможете есть твердую пищу, и вам придется пострадать несколько месяцев, насколько я знаю. Теперь поговорим о том же, что именно заставляет людей делать такие операции, или же краситься, применять много косметики, почему в Корее и женщины, и мужчины все подвержены этому влиянию и обязаны стараться быть лучшей версией себя. Вообще, я очень часто говорил, что для корейцев очень важен их статус в обществе, то, как их видят в обществе, как они выглядят в глаза других. Соответственно, первым, что приходит на ум, это то, как ты одеваешься и то, как ты выглядишь. Поэтому это уже первая и, наверное, очень важная причина того, что в Корее очень популярная одежда, корейцы очень любят одеваться, там очень много дизайна, это тоже очень большая индустрия. Также это влияет на то, что в Корее очень крупная индустрия косметики и пластических операций. Но что мне кажется самым необычным, это то, что очень часто ваша внешность влияет даже на те аспекты жизни, на которые она вроде не должна влиять. Например, на большинство работ в Южной Корее, когда вы подаете свое резюме, там прилагается ваша фотография. И, боже мой, что люди только не делают, чтобы выглядеть на этой фотографии красиво. Зачастую ты даже не можешь узнать человека с фотографией и того, кто ее сделал. Потому что возьмем, к примеру, девушек, ну, можно и мужчин. Там применяется все, и те пластические операции, которые ты сделал, и косметика. Но еще люди нанимают профессионально фотографов, фотошоперов, чтобы они отретушировали фотографии в вашем резюме. И это было бы глупостью, сказали бы мы, но на самом деле это реально имеет значение. Потому что очень часто такие ситуации, когда HR-отдел смотрит резюме, и они чисто выбирают по внешности. Не только по внешности, скажу вам, потому что это будет ложью, но в Корее, так как еще очень высокая конкуренция, очень много высококвалифицированных специалистов. И если они видят двух одинаково подходящих кандидатуры, то они выбирают по внешности. Что касается фотошопа на фотографиях, это делается не только для резюме, но это делается также для каких-то документов, для фото в паспорт. Когда моя сестра рассказала, как она делала фотографии для своих документов, я просто офигел. А когда я посмотрел на фотографию, которая получилась, я такой, а нет, это ты вообще? И порой я был свидетелем, что это имеет некие плюсы для людей, потому что у меня были знакомые, которые брали ID своих знакомых или друзей, которые, ну, по типажу чуть-чуть были похожи на них, спокойно проходили в клубы или в те места, куда им еще нельзя было. Также для меня очень забавным является тот факт, что в силу очень определенных стандартов красоты, будь то маленькое лицо, двойное веко, определенная форма носа, происходит некий самосбывающийся стереотип, так сказать. Потому что, ну, лично я не люблю, когда говорят, что там все корейцы, все азиаты на одно лицо, и это в целом не так, если говорить про изначальных людей. Но в силу того, что все стараются следовать и быть похожи на тот идеал, тот стандарт, который в целом в обществе есть, для меня бывают иногда очень комичные ситуации, и на Reddit или на каких-то сайтах с мемами люди показывают, это претендентки на Miss Korea 2015 год, и там просто все девушки, по сути, одинаковые, отличаются только цвет волос. И видно, что очень у них у многих есть одни типичные какие-то процедуры и пластические операции, плюс какие-то косметика, брови одинаково сделаны. И из-за этого реально я не могу отличить одного человека от другого. И со мной такой казус происходил несколько раз в жизни, когда я путал, там, допустим, кей-поп-звезд друг с другом, по неопытности, потому что я не такой уж дотошный кей-поп-поклонник. И лично я нахожу это немножко забавным, со своей колокольни, так как я не рос в этом обществе. Для меня все это выглядит немножко странно, но я не хотел бы осуждать это, потому что в целом тот упор и та фанатичность к поддержанию, к усовершенствованию своей внешности, которая есть в Корее, она и стала залогом успеха того, что корейцев во многом считают очень красивыми, даже от природы более одаренными красивой внешностью. Очень часто такое читаю и слышу, то, что корейцы более красивые, чем та нация, более красивые, чем та нация. Это, конечно, с какой-то стороны подсознательно приятно слышать, но я понимаю, что это не так, и что во всех нациях есть очень разные люди, и не всегда эти люди подходят под некие стандарты. И в Корее, в силу того, что очень многие пытаются соответствовать этим стандартам, поэтому в глазах общественности они выглядят более агрессивными. Так вот, о чем я говорил? Мне кажется, что это фанатичное преклонение перед внешностью. Это привело к Корею тому, что вот эта невероятная эстетика, которую пытаются соблюдать везде и всегда, стала визитной карточкой, и во всем мире теперь знают о кей-попе, знают о корейских звездах, любят корейские дарамы, потому что там тоже очень красивые люди снимаются. И вот получается такая палка о двух концах, что с одной стороны мне кажется, что это все очень навязано, и не настолько должно быть важно для людей, для того, чтобы они стали счастливыми, что есть и другие вещи, а с другой стороны, это один из залогов успеха целой страны. Поэтому так делать выводов я не буду, надеюсь, вы поделитесь своими впечатлениями или своими мыслями на эту тему. Пишите их обязательно в комментариях. Если вам понравилось это видео, нажмите большие пальцы вверх. Также не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а с вами был Костя, и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok